Тяжёлые бои за Бахмут продолжаются. По утверждениям украинской армии, город всё ещё находится под контролем ВСУ. По сообщению британской телекомпании Sky News, украинские военные строят укрепления внутри города и роют траншеи. Ведь на окраинах города уже идут уличные бои. Пока держимся. Горой стоим против танков с автоматами. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. Захват Бахмута позволил бы России перекрыть украинские линии снабжения на Востоке и вынудить силы ВСУ отойти вглубь страны, считают эксперты. Украинские военные говорят, что для того, чтобы удержать Бахмут, необходимо ускорить поставки западных вооружений. Нам нужно оружие сегодня, потому что послезавтра этот город может быть уже разрушен. Если мы будем ждать, я, возможно, погибну, но я хочу жить, я хочу поддерживать свою страну. Если вы будете ждать, может быть, завтра Россия будет уже в Польше, вы можете ждать месяц, год или не знаю, сколько времени, но если мы не сможем остановить Россию сейчас, то в будущем в вашей армии самой придется останавливать Россию. В городе все еще остаются мирные жители. До войны в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек. Сегодня в городе осталось менее 6% жителей. Люди уехали в Днепр, там уже обстреляли, там уже погибли люди. Работы невозможно тоже найти. Они там спрятались, там прилет был и погибли люди. А куда уезжать? По всей Украине прилетаем. Стреляют, конечно, сильно. Ну, переживаем, терпим. И когда закончится это все? Да, ну, этому никто не знает. Страшно не бывает только дуракам. Вам разве не предлагают эвакуироваться? Предлагают. И почему вы не едете? Предлагали. А что там делать? Где? Кто мне что там даст? Квартиру или что? На прошлой неделе в Минобороны России заявляли о взятии населенного пункта Клещеевка к югу от Бахмута. А в понедельник ведомство отчиталось о взятии населенного пункта Краснополия в Донецкой области. В Генштабе Украины потерю этих населенных пунктов до сих пор не подтверждают. Между тем, по оценке британской разведки, российские силы продолжают находиться в оперативном тупике и нести большие потери. В понедельник Эстония заявила, что отдаст все свои 155-мм гаубицы FH-70 Украине, чтобы у других стран, цитата, «не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Киеву необходимое вооружение для победы». Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Куск. В посольстве уточнили, что поставка гаубиц входит в крупнейший пакет военной помощи для Киева общей стоимостью около 113 миллионов евро. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал задержание и увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки за помощь в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. «Я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем тем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях, как на центральном, так и в регионах». По словам президента Украины, у спецслужб есть, цитата, «продвижение в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа». Зеленский пригрозил им ответными мерами.